Дед Владимир вынимается из-за полярных льдов, из-под вертолётных винтов и встаёт у нашего дома вся вынь и голова, и не мнётся под ним трава. Дед Николай выбирается где-то возле реки Москвы, из-под новодевичьей тишины и палой листвы, и встаёт у нашего дома старик в свои 43 и прозрачный внутри. И никто из нас не выходит им открывать, и они обступают маленькую кровать и фарфорового, стараясь дышать ровней, дорогого младенца в ней. Да, твоя порода, Володя, смеётся дед Николай, мы все были чернее воронового крыла, дед Владимир кивает с темноты. А курносый, как ты, едет синяя на потолок от фар, осторожная полоса, мы спим рядом и слышим тихие голоса. Ямки Веркины при улыбке едва видны, и легали твоей жены, и стоят, и не отнимают от изголовья тяжёлых рук. Представляешь, Володя, внук. Мальчик всхлипывает, я укладываю его опять, и никто из нас не выходит их провожать. Дед Владимир, дед Николай обнимаются и расходятся у ворот. Никаких безотцовщин на этот раз. Никаких сирот. Никаких безотцовщин на этот раз.